Давайте продолжать. Мы продолжаем знакомство с формальными основами квантовой механики, и тема на сегодня это потенциальные ямы, потенциальные барьеры. На лекции мы рассмотрим несколько модельных простых задач, уметь решать, которые необходимы в рамках курса общей физики. Это то, чего нужно помнить. Кроме этого, несколько задач, которые важны для понимания явлений, с которыми мы сталкиваемся, будут встречаться и на сегодняшней лекции, и на следующих лекциях. Там не нужно будет уметь их решать точно. То есть сложный дифференциальный решение Гера в сложных случаях решать не нужно, но нужно будет помнить ответы, которые при этом получаются. И на лекциях мы будем просто иллюстрировать то, как эти ответы получаются, чтобы понимать, что это не чудо, а что в принципе так можно получать. Мы продолжаем говорить о формальной квантовой механике. И это язык описания микромира. Частиц обычно на атомном и даже субатомном масштабе. И мы уже, надеюсь, свыклись с мыслью, что в микромире мы расстаемся с понятием детерминизма и описываем все явления при помощи такого объекта, как волновая функция. Пси, зависящая от набора одновременно измеримых переменных, у нас сейчас простой одномерный случай, поэтому просто координата, она обладает таким свойством, что плотность вероятности, это квадрат ее модуля, потому что функция Пси, вообще говоря, комплексная, модуль Пси в квадрате, это плотность вероятности, обнаружить частичку в данной точке пространства. И эволюция волновой функции, способ ее найти, ее эволюция во времени или ее форма в пространстве определяется уравнением Шейдингера. Временной уравнением Шейдингера ИНДПСИПУДТ равно НПСИ, нестационарное уравнение Шейдингера, где H, оператор Гамильтона, имеющий смысл энергии, и для наших простых задач это просто П квадрат на 2М плюс У от Х, оператор импульса, это минус ИН на градиент, и поэтому оператор Гамильтона в одномерном случае может быть записан просто как производная. Минус H квадрат на 2М, вторая производная по координате, плюс потенциальная энергия. Это нестационарное уравнение Шейдингера, описывает как волновая функция заменяется во времени, и есть один важный случай, это поиск стационарных состояний, поиск состояний, в которых плотность вероятности во времени не изменяется, и такие состояния описываются волновыми функциями, которые являются собственными функциями оператора Гамильтона. И возникает, соответственно, стационарное уравнение Шейдингера для поиска таких состояний, Hψ равно Eψ, которое позволяет найти собственные функции оператора Гамильтона, состояния, в которых плотность вероятности постоянная, некоторый аналог стационарного состояния в квантовой механике, и значение энергии, которое этим состоянием соответствует. Значит, вот это тот формализм, с которым мы познакомились в прошлый раз, а сегодня мы его будем применять вот к этим потенциальным ямам, потенциальным барьерам. Что это такое? Ну вот я такую полушетливую картинку проиллюстрирую. Частицы распространяются, встречают на своем пути барьеры, то есть то место, где потенциал выше, чем был до этого, а иногда потенциальные ямы, места, где потенциал ниже, чем потенциал, который был далеко, на бесконечности. Вопрос, который нас интересует, это как частицы реагируют на прохождение над этой неоднородности потенциала. Проходя над барьером, частица может отразиться от барьера, может пройти дальше. Нас интересует, соответственно, вероятность того, что частица перешла через барьер. Если частица проходит над ямой, опять, она может эту яму заметить, отразиться, может не отразиться. А в некоторых случаях, если энергии частицы недостаточно, чтобы убежать из этой ямы, возникнет связанное состояние внутри ямы, локализованное состояние внутри ямы. Вопрос, который нас интересует, это коэффициенты прохождения над этой неоднородностью, над барьером или над ямой, и в случае ямы, существование связанных с состоянием внутри ямы. Мы будем рассмотреть самые простые модельные случаи, и самый простой модельный случай, когда потенциал просто меняется ступенькой. Он равен нулю на бесконечности, нулю на другой бесконечности, а посередине есть прямоугольный барьер или прямоугольная яма, которая очень легко описывается на языке вот этой математики. Ну, значит, начнем с простого. С туннельного эффекта, с прохождения мимо барьера. Потенциал, который нас интересует в первую очередь, это, еще раз, ноль на бесконечности, ноль на бесконечности, и на интервале от нуля до а положительный и равен у ноль. И сначала рассмотрим ситуацию, когда частица налетает на этот барьер, имея энергию меньше, чем высота барьера. Вспомним на секундочку классическую механику. В классическом случае, если у частицы кинетическая энергия меньше, чем энергия необходима для того, чтобы закатиться на гору, она на эту гору не закатится никогда. И, соответственно, в классическом случае это означало, что частичка докатится до горы и покатится обратно. На другую сторону этой горы ей не пройти никогда. Что будет в квантовом случае? Мы уже помним из простого случая бесконечной ступеньки, рассмотрим в прошлый раз, что волновая функция распространяется под барьер. Поэтому в квантовом случае возможно, что волновая функция пройдет под барьер и возникнет на другой стороне барьера. То есть возможен эффект подбарьерного прохождения, который иногда называется туннелированием, потому что это как бы частица, вместо того, чтобы перекатываться через гору, достала из рюкзака лопатку, прокопала тоннель и вышла с другой стороны. Ну давайте теперь от такого туристического языка перейдем к формальному. У нас есть уравнение Шеттингера, и мы должны его решать. Значит, минус h квадрат на 2m, psi два штриха, плюс u на psi, равно епси. Перенесем все в удобную сторону. h квадрат на 2m, си два штриха, плюс е минус u на psi, равно нулю. Это уравнение, которое нам знакомо из математики, которое мы смотрели в прошлый раз. У него решение зависит от того, какой знак вот этого вот выражения. Энергия больше, чем u или энергия меньше, чем u. Если энергия больше, чем потенциал, то это движение частицы, и решение есть в виде комплекса экспонентов. Если энергия меньше, чем потенциал, то решение возникает в виде действительных экспонентов. Тогда смотрим, какие решения нам подходят, вспоминая про физический смысл. В левой части частички летят из минус бесконечности к барьеру, могут от него отразиться. Поэтому здесь нас интересуют две волны. Волна, бегущая слева направо, которую мы нормируем на единицу, потому что нас интересует поток частиц, и один коэффициент можно выбрать произвольно. То есть, е в степени икх, это частица, бегущая слева направо. Отраженная волна, а на е в степени минус икх. Знак минус указывает направление распространения, а а амплитуда уж какая получится. Под барьером есть два решения, затухающие экспоненты и растущие экспоненты. В прошлый раз, когда мы говорили про бесконечный барьер, у нас было физическое основание растущую экспоненту отбросить. Потому что плотность вероятности бессмысленной была бы, если бы она росла далеко от барьера. Здесь барьер конечной ширины, поэтому оба решения допустимы. Поэтому если решать задачу строго, мы должны написать решение в общем виде. b1 на е в степени капа икс плюс b2 на е в степени минус капа икс, где капа это корень из 2м у 0 высота барьера минус е на h в квадрате. А здесь, соответственно, волновый вектор это корень из 2м е на h в квадрате. Формулы очень похожи друг на друга, их можно просто угадывать. Помню, что здесь на самом деле все равно написано. Для бегущей волны расстояние от потенциала до энергии, для подбарьера расстояния расстояние тоже расстояние от потенциала до энергии. Надо просто подобрать последовательность сложения или вычистания этих величин, чтобы получалась положительная величина под корнем. На положительном интервале до бесконечности есть только убегающая волна, потому что отражаться обратно не отчего. Так что здесь мы, как и в прошлый раз, одно из решений выкидываем по физическим соображениям. У нас есть только волна, бегущая в том же направлении, в котором изначально бежали частицы. Только е в степени к х. Получается, раз решение, два решения, три решения. Эти решения нужно сшить на двух границах. На одной границе барьера, на другой границе барьера. Условия сшивки, те же самые. Непрерывность волновой функции, которая определяет физическое требование, что плотность вероятности не может скачком измениться при смещении на бесконечно маленькое расстояние. И гладкость волновой функции, которая имеет смысл в классическом пределе того, что на потенциале физически разумном, не имеющем бесконечных скачков, импульс, связанный с производной волновой функции, не может скачком меняться. Не должно быть бесконечных сил. Поэтому, если нет бесконечных скачков потенциала, то волновая функция должна быть еще и гладкой. Нам нужно записать условия непрерывности гладкости на одной границе, непрерывности гладкости на другой границе. Это получается четыре уравнения. Непрерывность на первой границе. Единица плюс а равно b1 плюс b2. Гладкость на первой границе. Ик при дифференцировании вылезла. Единица минус а, потому что волна бежит в обратную сторону, равно капа b1 минус b2. Тоже меняется знак, потому что волна бежит в другую сторону. И аналогично на второй границе. После этого требуется некоторая усидчивость, которую мы на лекции проверять не будем. Но я всем рекомендую потратить дома спокойно полчаса времени на то, чтобы один раз это проделать. Чтобы просто понимать, что если что, вы в силах получить окончательный ответ. Задача из системы уровня 4 на 4 выразить... На самом деле не все коэффициенты даже нам нужны. Нас интересует либо отражение частичного барьера, либо прохождение через барьер. Поэтому нас интересует на самом деле коэффициент c. Например, амплитуда волны по ту сторону барьера. Более того, если эту задачку решать, то можно себе упростить жизнь и искать сразу произведение c вот на этом мнимом экспоненту. Потому что мнимый экспонент по модулю равен единичке. А нас интересует для вероятности прохождения квадрат модуля амплитуды прошедшей волны. То есть можно немножко преобразование упростить. Если это усидчивость проявить, получится не самый страшный ответ в математике. Для коэффициента c, для амплитуды прошедшей волны, так как у нас потенциал равен нулю и слева, и справа, то вот того нюанса, что поток вероятности входит в лунный вектор, не возникает, и у нас вероятность прохождения через барьер будет просто квадрат модуля амплитуды прошедшей волны. Волновые вектора слева и справа одинаковые. Потенциал равен нулю и слева и справа от барьера. Поэтому дальше нас интересует для коэффициента прохождения отношение потоков прошедшего и падающего. Это будет просто модуль c в квадрате. Ну и, опять, немножко вспомнив, как работать с комплексными числами, получается ответ уже достаточно компактный. 4k квадрат на k по квадрат в числителе поделить на 4k квадрат плюс k по квадрат плюс квадрат от суммы квадратов k квадрат плюс k по квадрат умножить на квадрат гиперболического синуса от k. Вот такой вот абсолютно строгий ответ для этой модельной задачи. Еще раз подчеркиваю, очень рекомендую один раз получить его самостоятельно. Это не слишком сложно, но это придаст вам уверенности в том, что вы эту задачку решать умеете. Она часто возникает и в задании, и иногда на экзамене. Часто проще просто взять и вывести все с нуля, чем пытаться подкрутить известное решение под немножко изменившиеся условия задачи. Ну, как полезное замечание. Вот здесь это k квадрат плюс k в квадрате, значит, еще раз напоминаю. Волновый вектор у нас. Это был корень из 2m e на h в квадрате. Расстояние от нуля до энергии. Коэффициент затухания экспонента k тоже определялся расстоянием между потенциалом и уровнем энергии. 2m u минус e на h в квадрате. Поэтому сумма их квадратов оказывается, на самом деле, удобной величиной, если она возникает в задаче. Параметр частицы e при этом пропадает. Остается только характеристика барьера. k квадрат плюс k по квадрат. Это 2m u на h в квадрате. Поэтому если такая комбинация возникла где-то при решении задачи, это хорошо можно избавиться от переменной фактически. Ну, как некоторый бонус. А что будет, если частица прошла над барьером? Если ее энергии хватало для того, чтобы перекатиться через барьеры в классическом смысле? В классике частица всегда перекатится через такой холм. У нее хватает энергии, она закатится, скатится, покатится дальше. В квантовой механике получается, что возникает вполне определенный коэффициент прохождения, не обязательно равный единице. Его, конечно, можно искать так, как мы искали до этого, записав уравнение. А можно просто сообразить, что можно обойти с заменой переменных. Просто вместо... При буквальной подстановке сюда, если энергия больше, чем мук, капа становится комплексной. Но кроме этого ничего не меняется. У нас возникало решение до этого в виде суммы действительных экспонентов. Ну, будет сумма комплекса экспонентов. Это автоматически возникает в математике. Поэтому... Получаем, что у нас волновой вектор для частицы, бегущей над барьером. Это мнимая единичка умножить формально на ту капу, которую мы использовали в формуле, которую получили. Ну, и остается просто сделать замену. Капа — это минус ик штрих. Так, гипераллический синус капа — это минус ик штриха на синус к штриха. И подставить на то, что получится. Мнимая единица, которая при синусе и при капе после взденья в квадрат дает минус единицу, но она сокращается, потому что возникает везде. Единственное место, где изменятся знаки, это вот где здесь был плюс капа в квадрате. То есть возникает минус к штриху в квадрате. И синус меняется на синус. Коэффициент прохождения над барьером в квантовой механике зависит от энергии частицы. Иногда частичка не всегда проходит мимо барьера, хотя энергии хватает. Эффект, который нам на самом деле прекрасно знаком из оптики. Вот смотрим на окошко, на стекло. Стекло в принципе прозрачное, но немножко отражает. Если есть пластины оптической неоднородности, пластины стекла на пути пучка света, часть пучка света обязательно отразится. Если смотреть на эту форму повнимательнее, видно, что если синус обращается в ноль, то коэффициент пропускания становится равен в единице. Возникает квантовый аналог просветления оптики. Отраженная волна пропадает. Условия этого просветления, то есть к штриха равно нулю, это значит, что на ширине барьера укладывается половина длины волны Дебройля. Посчитанная для волнового вектора, относящегося к положению частицы над барьером. Тоже это аналог просветления в оптике. С оговоркой, что надо сообразить, что в оптике известно утверждение, что в некоторых случаях при отражении от оптически более плотной среды к фазе волны добавляется π. И здесь одно отражение происходит от оптически более плотной среды, другое от оптически менее плотной среды. В одном случае потенциал растет, в другом падает. Поэтому пол волны в одну сторону, пол волны в другую сторону, и еще на одной границе добавится еще π с двух фаз. И действительно, волна, отразившаяся от первого барьера, и волна, прошедшаяся туда-обратно, оказываются в противофазе и гасят друг друга. То есть в этом случае здесь есть нормальная аналогия с просветлением оптики, что еще раз подчеркиваю, совершенно нормально для квантовой механики. Квантовая механика это волновая механика, и многие явления квантовой физики, особенно когда просто пространение частиц, это просто будут иметь аналогию в обычной оптике с зеркалами, линзами, стеклами и прочим. Так, ну формула хоть и общая, но довольно громоздкая. Ее в задачах использовать, конечно, как правило, неудобно. Если формула неудобная, надо взять ее в предельный случай. В предельных случаях у нас есть два важных. Первый случай это когда КПА много больше единицы. Значит, это случай, когда барьер, с которым мы имеем дело, оказался высоким или широким. Когда у нас есть барьер, и частичка с маленькой энергией налетает на этот барьер. То есть для нее КПА много больше единицы, значит затухающий экспонент очень сильно будет затухать по мере проникновения вглубь барьера. И амплитуда затухающего решения на дальней стороне барьера окажется очень маленькой. Потому что вот это вот, это и есть степень минус КПА. Ну, можно формально подставить формулу и получить вот эту асимптотику, что коэффициент пропускания, если пренебречь всеми предэкспонентами, ес степень минус 2 КПА. Это, ну, так сказать, математически строгое обоснование ответа, который мы получаем. Но у него есть физический смысл. Какой? Вот мы писали решение для волны бегущей, длинной, бесконечной, бегущей из бесконечности. С другой стороны, мы понимаем интуитивно, привыкли к этому интуитивно, что частицы это объект локализованный. Чтобы перейти от бесконечной волны к локализованному объекту, нужен волновой пакет. Нужен какой-то цук волны вместо вот этой вот длинной падающей волны, который прилетел на наш барьер. Мы придали некоторый конечный размер той частицы, которая налетает. Той волне, которая налетает. Собрали волновой пакет. Он проникает под барьер, затухает большой экспонентой. И теперь это уже опять не непрерывное решение получается, а вот этот пакет затухает под барьером. Доходит до стенки, отражается, затухает обратно. И решение под барьером это сумма вот этих вот по сути двух волн. Падающий, затухающий под барьером сюда и отраженный, затухающий под барьером обратно. Затухающая обратно, она же растущая. Но если барьер очень широкий или очень высокий, если это затухание огромное, то волна, которая пойдет обратно, будет затухать еще больше, и ее амплитуда будет уже совсем ничтожна. Поэтому ее можно не учитывать совсем. Про это решение можно забыть. Это практически тот же аргумент, по которому мы не учитывали растущую экспоненту, рассматривая проникновение под ступеньку. Ну а тогда в грубом приближении приходит волна с амплитудой какой-то, равной примерно единице, затухает по экспоненциальному закону, значит здесь амплитуда порядка единицы, на этом берегу получается амплитуда Е в степени минус КПА. С каким-то коэффициентом перед этим, который, конечно, определяется отношением вот этих вот К и КПА, вот то, что было перед экспонентами. Но это, скорее всего, число не сильно большое. Может быть, это будет 1 десятый, может быть, 1 сотый. Но у нас здесь экспонента в минус огромной степени. Поэтому с этой точностью, с какой экспонента важнее предэкспоненты, можно про граничные условия здесь не думать и просто нарисовать только эту экспоненту. Значит, иногда если здесь амплитуда волны примерно е в степени минус КПА, то вероятность пройти насквозь, это квадрат модуля волновой функции вот на этой границе, то, что вызовет дальнейшее излучение волны сюда, это в квадрате равно е в степени минус 2 КПА. Так что при туннелировании под высоким или под широким барьером вероятность прохождения это примерно е в степени минус 2 КПА. Формула неточная, формула, в которой есть пренебрежение чем-то может быть порядка даже десятки. Но формула, которая предполагает, что просто этот экспонент настолько большая, что ошибиться в 10 раз не критична для общей картины явления. Второй предел, он в задачах, насколько я помню, в задании точно не встречается, но я его привожу просто для того, чтобы возникла некоторая осторожность. Если барьер наоборот либо очень узкий, либо невысокий, так что это затухание маленькое, то коэффициент пропускания может быть просто получен разложением шинуса, КПА в квадрате сократится разочек, и никаких экспонентов в ответе не будет. В случаях, когда частичка подлетает к барьеру примерно на уровне вершины барьера, экспоненциального затухания нет, и задача может потребовать отдельного точного решения. В качестве такого, ну уже, наверное, исторического анекдота, замечу, что была задача на ГОСе года два назад, когда рассматривалась ситуация, что частичка просто ровно-ровно попадает в барьер. То есть, когда вот У высота барьера, и здесь энергия равна У. И требовалось найти прохождение мимо такого барьера. Пугаться не надо, то есть, Ландау приписывается апокриф. Триумф человеческого знания заключается в том, что человек может описать то, чего не может понять. И в этом смысле, если вы в квантомеханике видите чего-то, чего не можете вообразить, не надо воображать, надо взять и решить уровень Шейдингера. И вот в случае этой задачи просто решаем уровень Шейдингера около такого барьера. У нас получается, Пси два штриха равно нулю. Ну, значит, такая волновая функция, значит, Пси здесь равно А плюс Бх. Да, такое решение здесь. И дальше просто надо его сшивать с решениями, с волнами слева и справа, и смотреть, что получится. Просто подходить совершенно формально к этому. Так, ну, барьеры не обязаны быть прямоугольными. И прямоугольные барьеры — это модельный случай, который в рамках нашего курса мы любим за то, что он простой, и его легко можно решить в совершенно общем виде, как некоторую практику по решению дифференциальных уравнений. Но в физике, конечно, потенциалы меняются плавно и, вообще говоря, имеют произвольную форму. Вот я здесь нарисовал некоторый потенциал. Есть частичка, которая на этот потенциал набегает. И вопрос, который меня по-прежнему может интересовать, а какая вероятность, что частичка пройдет на другую сторону. Потому что сам физический эффект туннелирования никуда не денется. У меня по-прежнему есть падающая волна, отраженная волна, есть затухающее решение под барьером. Просто теперь будет не экспонент, а неизвестно что. Но это затухающее решение может дойти до другой стороны этого барьера и оттуда опять стать разрешенным решением, которое выходит наружу. То есть, коэффициент пропускания этого барьера какой-то есть и найти его, хотя бы оценить его — это задача, которая возникает в разных разделах физики. В строгом случае нужно решать уровень Шердингера под этим барьером. Ясно, что задача сложная. Не всегда, ну точнее, как правило, окажется неразрешимым. Тогда требуется приближенное решение. Приближенное решение предлагает поступить совершенно просто. Заменим этот барьер набором прямоугольных барьерчиков. А дальше, подчеркиваю, мы не пытаемся найти строгое решение. Мы оцениваем ответ. Поэтому я буду считать, что у меня главный вклад в проникание под этим барьером дадут все равно те кусочки, где потенциал сильно выше. То есть, те барьеры, которые на языке этой замены прямоугольниками можно считать высокими. Там, где у меня экспоненциальная асимптотика все определяет. Я предполагаю, и опыт применения этого приложения показывает, что это предположение разумное, что вот на этом участке, темном выделенной, где у меня барьер много выше, чем энергия, уже настолько сильно зарежется пропускание частиц, настолько сильно ослабнет вероятность прохождения, что то, что вот в этих участках, где высота барьера сравнима с энергией частицы, решение будет очень сложным, окажется неважно. Это даст какую-то поправочку. 10, может быть, 100, коэффициент. Но по сравнению с тем, что у меня там возникнет е в минус 20, например, множитель, вот эта вот десятка, которую я потерял, с той точки зрения оценки меня пугать не будет. Значит, и вот тогда, если эти барьеры можно считать высокими, так что под ними затухание настолько сильно, что отраженные волны можно пренебречь, можно пренебречь и всевозможные интерференции этих отраженных волн. И тогда внутри каждого из этих высоких барьеров я считаю, вот как я здесь описывал, что у меня каждый барьер дает вклад в коэффициент пропускания, равный е в степени минус 2 капа на ширину этого барьера. Ну а дальше, раз я договорился, что интерференцию этих отраженных волн я считать не буду, потому что они слишком сильно ослабевают, то у меня прохождение каждого барьера это независимый процесс, и полную вероятность я должен просто перемножить все вероятности. То есть перемножить коэффициенты пропускания от отдельных барьеров. Так что, как грубая оценка, которая пренебрегает всеми этими предэкспонентами, пренебрегает вероятностью, возможности интерференции отраженных волн на различных участках. Это просто произведение коэффициентов пропускания отдельных барьеров. Коэффициент пропускания отдельных барьеров е в степени минус 2 капа на ширину барьера. Значит, произведение экспонента, это экспонента, показатель которой это сумма, ну а сумма это интеграл. Поэтому получаем отсюда оценку, что коэффициент пропускания барьера сложной формы оценочно равен экспоненте в степени минус 2 интеграл по всему барьеру, в смысле, что называется, по классически запрещенной области. По той части координат, в которых с точки зрения классики частица оказаться не могла бы. То есть у меня вот здесь координата 0 стоит там, где частичка начинает рыть свой тоннель под барьером, и координата а там, где этот тоннель выходит из-под горы и возвращается в мир реальных частиц. Интеграл по классически запрещенной области от, вот она формула для капа, вот она здесь просто интегрируется, потому что у стало зависеть от координаты, интеграл от корня 2м у минус е на h в квадрате dx. Ну, еще по пределу интегрирования, собственно, это от 0 до а, это там, где этот корень определен, там, где подкоренное выражение положительно. Это синонимы классической разрешенной области и то место, где u от x больше, чем е. Классически запрещенная область и интервал координат, в которых потенциал больше, чем энергия. Хорошо, значит, вот такая простая теория подбарьерного туннелирования. Иногда в квантовой физике, в полном аналогии с волновой оптикой, возможно прохождение частицы через классический запрещенный область. Модельная задача это прохождение под треугольным барьером. В каких физических примерах это проявляется? Ну, вот есть три примера, которые можно привести для иллюстрации. Первое, это ядерные реакции. Реакции синтеза и реакции альфа-распада. Второе, туннельные контакты проводников и работа туннельного микроскопа. И третье, вот говоря про оптические аналогии, это, собственно, посмотреть, о чем оптическая аналогия процесса туннелирования. Ну, давайте с мира ядерных реакций. Мы все знаем со школы, на Солнце идут термоядерные реакции. Там очень горячо, поэтому протоны могут столкнуться друг с другом и объединиться в более тяжелое ядро. Это, как бы, информация всем известная. Ну, давайте посмотрим. Есть два протона. Протон плюс протон должны превратиться в третий, должны слипнуться. Если размер ядра равен примерно одному фиртометру, это экспериментальный фактор, про который мы поговорим под конец нашего курса, то кулоновская энергия взаимодействия двух протонов на таком расстоянии, просто е квадрат делить на r, соответствует энергии в полтора мегаэлектром вольта. Один электром вольт это примерно 10 тысяч кельвинов, поэтому полтора мегаэлектром вольта это соответствует бы тепловой энергии в десятых миллиардов кельвинов. Опять же, мы знаем из общих сведений, что на Солнце горячо, и именно поэтому могут идти термоядерные реакции, потому что частички имеют большую тепловую скорость и могут сблизиться достаточно близко. Именно для того, чтобы тепловые скорости были достаточно велики, строятся все эти токамаки, термоядерные реакторы, в которых тоже разогревается плазма, чтобы тепловое движение частиц позволило им сблизиться настолько близко, чтобы синтез возник. Но вот в буквальном смысле, чтобы преодолеть расталкивание двух протонов, кулоновское, настолько, чтобы они физически сблизились на расстояние 1 фантаметр, чтобы после этого вступили в действие ядерные силы, которые уже их свяжут вместе, потребовалось бы достичь температуры в миллиарды кельвинов, а в ядре Солнца всего лишь десятки миллионов кельвинов. То есть не хватает трех порядков. А Солнце работает. Работает исключительно за счет тоннелирования. Потому что протоны — это частицы, это квантовые объекты. И когда они сближаются, не обязательно на фантаметр, а на большее расстояние. Но за счет своей делокализации, за счет того, что их волновая функция размазана в пространстве, возникает перекрытие этих волновых функций, которое делает возможным их взаимодействие. То есть только за счет тоннелирования под вот этим барьером один протон может буквально влезть в другой, пытаясь это сказать классическим языком, и таким образом произойдет термоядерная реакция. Обратный немножко процесс — распад ядра. Мы знаем, и вы на практике это много раз увидите, что из некоторых ядер вылетают альфа-частицы. Альфа-частица — это заряженное ядро гелия, имеет заряд 2. Как только альфа-частица вылетела из ядра, тяжелого ядра, имеющего заряд примерно сотню, она взаимодействует с этим ядром кулоновским образом. Отталкивается от ядра, она положительно заряжена. Но если бы было все классически, то она должна на расстоянии фентометра начать взаимодействовать с ядром кулоновским образом, отталкиваться и катиться с этой кулоновской горки, разгоняясь, вылетая наружу с огромной энергией, порядка тех же самых огромных мегаэлектровольт. То есть полтора мегаэлектровольта получалось, когда два заряда в единичку взаимодействуют на расстоянии фентометра. А если мы это умножим на два заряда альфа-частицы и на сто заряд ядра, то получим, соответственно, в 200 раз больше. Получим энергии в сотни мегаэлектровольт. А эксперимент показывает, что энергия альфа-частицы, которая вылетает во внешний мир, несколько мегаэлектровольт. То есть альфа-частица возникает в нашем мире, выпадая из ядра не вот в этой точке, чтобы потом катиться с этой горки дальше, а где-то вот у самого основания этой горки. Опять она должна прорыть свой тоннель, она должна туннелировать. Только за счет туннелирования альфа-частица с такой маленькой энергией может покинуть ядро. Контакт проводников и туннельный эффект. Рассмотрим два проводника, которые поднесем близко друг к другу. Мы знаем, что в металле, в куске металла, электроны внутри есть. Они обеспечивают протекание электрического тока внутри этого металла. Мы знаем, что эти электроны не выпадают сами по себе из куска металла. Значит, им там находиться выгодно. Это означает, что, говоря языком потенциальных ям и барьеров, если у меня есть два куска металла, которые схематически нарисованы на слайде, если я начну рисовать какую-то характерную энергию электронов, которая есть у электрона в металле и в вакууме. В металле электрон находится выгодно, его энергия в металле ниже. Первый металл — это потенциальная яма для электрона. Здесь есть какое-то состояние электрона с такой вот энергией Е0. В вакуум он не выпадает, поэтому дальше есть энергия вакуума. Энергия электронного состояния в вакууме. Она должна начаться с нуля, и дальше будет равна обычной вакуума пополам, если я электрон сюда переставлю. Но вот этот электрон сюда перескочить не может, пока я не подведу к нему энергию, пока я не произведу фотоэффект. Но если я рядом помещу еще один кусок металла, в нем тоже есть электронное состояние, и теперь с точки зрения электронов вот этот вакуумный зазор — это барьер. Здесь электрон может находиться, здесь электрон может находиться, здесь не может находиться, в классе. А в квантовой механике имеет право протуннелировать через запрещенный промежуток и перейти из одного материала в другой. Ну, чтобы заставить электроны приходить в одну сторону, нужно подключить батарейку, чтобы понизить энергию электронов с одной стороны. И тогда вот этот электрон может перескочить сюда. Возникнет электрический ток через такой контакт. Этот ток очевидно пропорционален прозрачности барьера. Чем больше вероятность электронов проникнуть через барьер, тем больше этот ток. Ток пропорционально прозрачности барьера, прозрачность барьера экспонента в степени минус 2 капа d, где d — ширина зазора. капа определяется вот этим расстоянием, которое есть ничто иное, как работа выхода. Просто по смыслу работы выхода. Это та работа, которую нужно совершить, чтобы электрон вынуть из металла и переставить его в свободное пространство, в вакуум. Значит, коэффициент пропускания — минус 2 корень из 2 ма выхода в квадрате на ширину барьера. Вот эта вот комбинация — это некоторая обратная характерная длина. Ну вот, h поделить на удвоенный корень из 2 ма — это имеет размер из длины. У меня экспонент от ширины барьера делить на какую-то длину. Вопрос важный для практического применения. А что это за длина? Чему она окажется равна? Потому что если длина окажется равна 10 метрам, это будет означать катастрофу для нашей бытовой энергетики. Потому что это означает, что из провода, находящегося на одном конце комнаты, через всю комнату, то течет туннельный ток на другой конец комнаты. Если эта длина окажется порядка размера ядра, 10 в минус огромной степени метра, это окажется тоже неважно для каких применений, потому что это означает, что этот ток наблюдать не удастся никогда. Ну, надо посмотреть, что получится. Значит, букву мы здесь все знаем. Масса электрона известна. Работа выхода типично несколько электрон-вольт. В результате получается, что это характерная длина порядка одного амстрема. То есть, если... Это размер атома уже. Это уже размеры атома. Это означает, что если мы подведем два электрода близко друг к другу на расстояние, сравнимое с межатомными расстояниями, то есть, еще не касаются, но уже вот-вот коснутся, то может потечь заметный туннельный ток. Что еще важнее, так и здесь, этот экспонент, то этот ток будет сильно меняться при изменении расстояния. Если у нас ток пропорционален D, который примерно E в степени минус 2 капа D, то если D немножко изменится, то, скажем, E1 к E2, отношение этих токов, это будет просто E в степени 2 капа на дельта D, на изменении высоты, на изменении расстояния между электродами. Вот это вот 2 капа, это опять обратная длина, тот самый обратный амстрем. То есть, при изменении расстояния между электродами на 1 амстрем, ток изменится в E раз. Сам ток может быть очень маленьким, но он оказывается чудовищно чувствительным к расстоянию между электродами с точностью в амстремы. И это то, за счет чего работает прибор, который называется электронный микроскоп. Вот тут схема. Сам по себе электронный микроскоп, его ячейка, это вот штука размером 10-рублевую монету иногда. Сама чувствительная часть этого микроскопа, где иголка, с которой идет туннелирование, проводящая образец, на которой идет туннелирование, и несколько пьезоэлементов, которые обеспечивают перемещение этой иголки, это штучка, со спичечный коробок с монету. Часто эти исследования приходится вести в вакуумных условиях, поэтому установка часто разрастается на полкомнаты, но это уже внешне необходимости вести в внешние условия. Как она работает? Еще раз. Есть иголка, есть материал, электроны с крайнего атома иголки туннелируют на материал, и когда мы эту иголку ведем над поверхностью материала, если есть неоднородность в материале, ступенька на поверхности материала. А если очень аккуратно сделать, если действительно туннелирование с одного атома иголки, то просто отдельные атомы в исследованном материале. Переход с положения иголки, с острия иголки точно над атомом, к положению иголки между атомами, к положению настоящего атома, меняет расстояние от иголки до материала на величину порядка ангстремы, но не только при этом меняется в эти разы, это позволяет замечать отдельные атомы на поверхности материала. То есть, если это сделать очень аккуратно, то можно делать микроскопию поверхности с атомным разрешением. Сможет сразу возникать логичный вопрос. Вот формула, которая здесь заложена в это описание, мы пока ее писали, наговорили столько приближений, что уже страшно. А кроме этого, мы эту формулу вывели для одномерного плоского барьера. А в реальном мире эта иголка, трехмерный объект, находящийся над плоскостью, как течет ток с этой иголки на плоскость, задача явно как минимум двумерная, а скорее всего и трехмерная. Задача более сложная. Но чего нас учит физика, в отличие от математики? Что если задача решается сложно, надо подумать и не решать эту задачу. Поэтому, чтобы не задумываться, как конкретно ток зависит от расстояния, что оказывается очень модельно зависимой задачи, Делается другой фокус. Ставится система обратной связи, которая поддерживает этот ток постоянно, перемещая иголку вверх и вниз. Таким образом, какая бы эта зависимость ни была, система обратной связи обеспечивает то, что управляющая напряжение на иголке, двигающая ее вверх и вниз, оказывается просто пропорционально расстоянию между иголкой и подложкой. Возникает другой вопрос. Как получить иголку на острие, которая находится всего один атом? На этот случай есть много технических способов, самый простой из которых это взять ножницы и отрезать от тонкой проволочки кусочек. Этот кусочек должен чем-то заканчиваться. Поэтому там окажется острие размером в один атом, никуда не денется. А то, что край может оказаться рваным, нам совершенно не страшно, потому что окажется вот такой вот. Но вот это расстояние в ангстремы и туннельный ток отсюда уже в не раз меньше, чем отсюда. Та же самая экспонент нам обеспечит то, что конкретика этого рельефа окажется не важна для многих задач. Ну, перерыв. Ну и, значит, оптическая аналогия. Еще раз, эффект квантовой механики, что есть состояние частички в одной области пространства, в другой области пространства, между ними барьер, через который классическая частичка пролезть не может, но квантовая частичка умеет прорыть тоннель и перейти из одной ямы на этой рисунке в другую. В оптике. Мы знаем, что в оптике есть явление полного внутреннего отражения. Вот оно здесь сверху проиллюстрировано. Лучик падает из стекла в сторону вакуума, натыкается на границу с вакуумом и полностью отражается. Возьмем и приложим к этому кусочку стекла другой кусочек стекла абсолютно плотно, пока на языке модели. Зазор пропал, среда стала однородной. Этому лучу совершенно нет повода как-то менять свое направление распространения. Он идет прямо. В рамках геометрической оптики возникает такая коллизия, что мы раздвинули сколько угодно мало два этих кусочка стекла и тут же радикально меняется направление распространения луча. Он тут же начинает полностью отражаться. Вот такая радикальность геометрической оптики исправляется в волновой оптике тем, что надо решить уравнение Максвелла внутри среды, в вакууме решить граничные условия. Это вот те условия шифки, которые мы по сути здесь делали. И в волновой оптике известен ответ, что если волна падает на границу раздела под углом полного внутреннего отражения, то вне есть затухающее решение волнового уравнения. И если рядом возникнет другая среда, в которой распространение волны возможно, то это затухающее решение превратится в распространяющуюся волну. То есть в оптике, в зависимости от ширины зазора, часть луча будет отражаться, а часть проходить насквозь. Чем ближе пластинки, тем большая часть будет проходить насквозь, чем дальше, тем больше будет отражаться. Ну давайте на это посмотрим в реальном мире. У меня здесь две призмы, составленные грань к грани, которые можно прижимать. Если я ослаблю связь между ними, то с той стороны, по идее, ничего не должно быть. Луч отражается и идет на потолок. Если я усиливаю между ними контакт, часть луча проходит туда. Без специальных мер совсем точно притереть их нельзя, так чтобы зазор полностью пропал. Так что полного исключения отраженного сигнала я добиться не могу. Но вот прошедшим сигналом я могу довольно эффективно управлять. На языке вот этой задачи квантовой механики я меняю ширину туннельного зазора. И чем зазор шире, тем меньше вероятность того, что частичка волна пройдет через классически запрещенные области. И вот сейчас практически все отражается, и тут пятнышко совсем слабое. Еще раз. Закрываем зазор. И вероятность туннелирования увеличивается. Большая часть излучения проходит прямо. Вторая часть нашей лекции. Потенциальная яма. Ситуация, когда частичка не преодолевает барьер, а либо проходит над ямой, либо оказывается в яме. Ну, прохождение над ямой. Задача, на самом деле, формально абсолютно аналогичная тому, что мы рассмотрели, как прохождение над барьером. Ничем отличаться не будет. Опять бегущая волна, отраженная волна. Две волны, бегущие вперед-назад. Волна, бегущая только вперед. Надо сшивать. Математика вся та же, которую мы делали. Поэтому можно просто взять формулу, которую мы уже получали. Прошедший коэффициент прохождения определяется волновыми векторами в свободном пространстве, над ямой и квадратом синуса, К'а, где К'а – это волновой вектор над ямой. В некоторых случаях возникает просветление, полное прохождение без отражения. Эффект, который некоторым из вас будет доступен на практику, это тоже называется эффект Рамзавора. Если на атом налетает электрон, то электрону внутри атома находиться все-таки немножко выгодно. Там его ядро притягивает. Поэтому область, в которой находится атом, для внешнего электрона является потенциальной ямой. Вообще говоря, сферической, вообще говоря, сложной формы. Но в качестве модельной задачи – одномерная прямоугольная яма. Распространяясь мимо этого атома, электрон может рассеяться на нем. И таким образом ток, который течет через этот газ с атомами, будет ослаблен. Но в некоторых случаях, если длина волны электрона попадает в это условие просветления, если на характерном размере атома укладывается полдлины волны Дебройля, рассчитанной внутри потенциальной ямы, то рассеяние ослабевает. И наблюдается подрастание тока, проходящего через лампу, заполненную разреженным газом. Вот такое просветление оптики для частиц распространяющихся мимо атомов можно наблюдать и на практикуме МФТИ. Важная задача, связанная с потенциальными ямами. Самая простая, самая модельная задача. Яма с бесконечными стенками. Прямоугольная яма с бесконечными стенками. Потенциал равен нулю в некотором интервале координат от нуля до А и растет до бесконечности и равен бесконечности левее нуля и правее, чем А. Потенциал стал бесконечным. Это не физичное предположение. Поэтому при решении этой задачи мы отказываемся от требования гладкости волновой функции. Так как потенциал бесконечный, то под эти барьеры бесконечно высокие наша чистость проникнуть не может вообще. Формально это то, что вот это вот коэффициент затухания каппа, который здесь под экспонентом, оказывается бесконечно большой и на бесконечно малом расстоянии экспонента полностью убивает волновую функцию, которая пытается пролезть под такой высокий барьер. Просто волновая функция равна нулю слева от ямы, справа от ямы. В яме есть два решения. Волна, бегущая вправо-влево, которые в данном случае удобно параметризовать в виде, не в виде комплекса экспонента, а в виде обычных термитрических функций. Сумма синуса и косинуса. Условия гладкости мы продолжаем сохранять, потому что... Условия гладкости, прошу прощения, мы отринули, потому что оно связано с требованием конечности потенциала, который здесь нарушен, а вот условия непрерывности мы сохраняем. И тогда непрерывность на этой границе означает, что решения типа косинуса нет, Пси от нуля равна нулю, поэтому только синусы. Условия нуля при х, равном а, означает, что здесь должно уложиться целое число полувол. То есть внутри такой ямы с бесконечными стенками стационарное состояние частицы соответствует тому, что на размере ямы укладывается целое число полувол. Волновые функции могут быть посчитаны, точнее не посчитаны, а пронумерованы, проиндексованы некоторым числом n. n-тая функция это синус kn на x, где kn определяет тем, что a на kn, размер ямы на волновый вектор, это π на n. Уложилось очередное число полувол. Энергия очередного состояния p квадрат на 2m, h квадрат kn квадрат на 2m, то есть энергия очередного уровня пропорциональна n в квадрате. В отличие от задачи про распространение в пространстве, про распространение мембарьера, мы столкнулись с тем, что в яме возникают отдельные уровни энергии. То, что нам привычно со школы, как уровень энергии электронов в атоме, это общее свойство любой потенциальной ямы. В потенциальной яме возникают дискретные уровни энергии. Для частицы, локализованной в потенциальной яме, энергия может принимать какие-то дискретные значения. Нарисуем эти несколько первых функций. Первая функция – одна полуволна, вторая функция – две полуволны, третья функция – три полуволны и, в принципе, так далее. Важное утверждение, которое полезно при качественном решении многих задач. В одномерных задачах есть строгое математическое утверждение, что число нулей волновой функции, кроме бесконечности и, возможно, нуля, какого-то выделенного края, нуля координат, увеличивается по мере роста энергии этого состояния. А в основном состоянии, в состоянии с наименьшей энергией, нет нулей волновой функции, кроме как на краях интервала, в котором разрешено существование этой частицы, либо на бесконечности. То есть, первое решение – только нули здесь на краях, второе решение – дополнительный ноль посерединке, третье решение – еще два нуля и так далее. Зная, сколько нулей у этой волновой функции, я могу точно сказать, какого типа эта волновая функция и, в принципе, решить всю задачу о том, какая энергия у этого состояния. Ну и оптическая аналогия, в данном случае очевидная. Одномерная потенциальная яма с бесконечными стенками – это просто резонатор Фабри Перо. Два зеркала, между которыми формируется стоячая волна. Условия стоячей волны – это нули электрического поля на зеркалах, чтобы не было потерь. В нашем случае это нули волновой функции на границах потенциальной ямы. Усложним себе задачу. Рассмотрим более реальный случай, когда яма имеет конечную глубину, но яма по-прежнему простой прямоугольной формы. И нас сейчас интересует случай, когда энергия частицы в яме отрицательная, когда частица находится внутри ямы. Предположить, энергия – это эффект Рамзару, про который мы все сказали, что хотели, а теперь ситуация, когда энергия отрицательная, частица находится внутри ямы, в классическом случае она просто там бы лежала всегда, никуда бы не делась. Это локализованное состояние, частичка тоже далеко не убегает, но в отличие от классического случая, мы сразу понимаем, что если мы решим все уравнения, то у нас возникнет волновая функция и под барьерами. То есть в принципе у нас возникает вероятность обнаружить частичку там, где в классике быть не должно. Ну, решаем эту задачу формально. Мы знаем уровень Шеттингера, мы знаем, какие у него будут решения в разных областях. Это будут решения в виде бегущих волн, обычных синуса или косинуса внутри ямы, или их суперпозиции в общем случае, потому что общее решение – это суперпозиции частных решений. И две затухающих экспоненты на краях. Только затухающие, поэтому там, где в минус идем, там е в степени капа х, там, где в плюс идем, там е в степени минус капа х. В принципе, можно решать аккуратно, строго. У нас есть две границы, на них нужно сшить условия гладкости и непрерывности. Здесь опять гладкость нужна, здесь физическая ситуация, потенциал конечный. Но можно чуть-чуть подумать. Эта картинка, которая сейчас нарисована на экране, она симметричная. Она красивая. Она симметрична относительно вот этой вертикальной оси. Если что-то симметричное, потенциал, то это означает, что связанные с этим вещи должны эту симметрию сохранить. То есть, например, вероятность обнаружить частичку где-то определяется только потенциалом. Только он входит в раньше один герр. Больше там никаких характеристик этой системы нет. Если потенциал симметричен, то и распределение вероятности. Квадрат модуля волной функции должна быть симметричной функцией. В нашем одномерном случае означает четный. Замена х на минус х не меняет пси в квадрате. Значит, сама пси должна быть либо четной, либо нечетной. То есть, либо синус, либо косинус. Решение для волновой функции внутри потенциальной ямы должно быть вид либо косинуса с горбом посередине, и, возможно, с несколькими волнами. Либо синуса нечетного решения вот такого типа. Никакой комбинации быть не может. Потому что комбинация синуса и косинуса, она не такая, не такая, нечетная, не нечетная. И она не будет давать симметричного распределения плотности вероятности. Так что мы просто не решая задачу, мы можем сразу сообразить, что у нас есть два класса решения. Одно решение типа синусов. Давайте я их схематически изображу. И одно решение типа косинусов. Значит, эти будут решения типа косинуса, это решение типа синуса. Вот наша потенциальная яма. Вот наша потенциальная яма. Значит, решение типа косинуса будет иметь максимум посередине затухать вниз. Решение типа синуса будет менять знак посередине и тоже асимпатически приближаться к нулю. Вот таким вот образом. Опять, не решая никаких задач, я сразу понимаю, что вот то, что я здесь нарисовал, вот это вот схематически волновая функция основного состояния. У нее нет никаких нулей, кроме как на бесконечности. А вот это будет волновая функция первого состояния. У нее возник один дополнительный ноль. Ну, дальше можно, в принципе, продолжать. Вот это будет второе состояние. Следующее окажется типа синус и так далее. Возникает задача, а какие значения энергии могут быть у частички в такой потенциальной яме? Ну, тут надо решать. Значит, мы за счет соображения симметрии разделили решение на два класса. И теперь условие шифки у нас возникает только на одной границе. Число уравнений уменьшилось в два раза. Это достижение. Для решения типа косинуса, вот на этой границе, которая а пополам. Условие непрерывности. Косинус к пополам равно а е в степи минус к пополам. Условие гладкости. Минус к синус к пополам равно минус к а е в степи минус к пополам. Значит, ясно, что эти коэффициенты пропорциональны друг другу, поэтому один из них я могу положить равным единице. Я положил коэффициент при косинусе равным единице для вычисления, и коэффициент при синусе равным единице для вычисления с синусами. С синусами похожая система уравнений. Система уравнений не самая приятная. Но можно поделить одно на другое, избавиться от последней переменной а. Получатся вот такие вот замечательные уравнения. Тангенс к пополам равен к поделить на к для решения типа косинуса. И тангенс к пополам равен минус к делить на к для решения типа синуса. Видно, что уравнения неприятные. Уравнения, которые, конечно, надо решать графически, чтобы просто понять, что происходит. Ну, или численно, но нас сейчас интересует просто вопрос, что происходит. Поэтому нас интересует схематическое и графическое решение. Здесь переменная k, k, a пополам в тангенсе. Понятно, что рисовать по оси х. Здесь k. Хотелось бы, чтобы уравнение было относительно одной переменной, но k и k у нас связаны. Вот эта связь есть. Поэтому я могу избавиться от k, оставить только k. Если k квадрат плюс k квадрат – это 2 му на h в квадрате, то k – это корень из 2 му на h в квадрате минус k в квадрате. И подстановкой сюда получаю, после деления на k и некоторой перегруппировки, то есть я хочу выделить переменную k пополам, два таких вот нерешаемых аналитических уравнений. Для решения типа косинуса. Тангенс k пополам равен корень из чего-то, деленное на k пополам минус 1. Для тангенс k пополам для решения типа синусов минус 1 поделить на корень из чего-то, поделить на k пополам в квадрате минус 1. Давайте на это чего-то посмотрим повнимательнее. У меня возникла некоторая величина, которая… Давайте я ее назову буквой А, которая есть корень из му в квадрате а в квадрате на 2h в квадрате. Значит, чтобы мои корни имели смысл, мне нужно, чтобы моя переменная k пополам была меньше, чем А. Вот тогда, тогда скорняем все хорошо. Ну, дальше давайте изобразим схематически, а что у нас, собственно, получается. Значит, есть переменная k пополам, есть ось y, есть тангенс. Он у меня периодичный, есть π пополам, где у него разрыв, есть 3π пополам, где у него разрыв, есть π, где у него 0. Значит, первая ветвь тангенса идет вот туда вот, я только положительную часть рисую, потом приходит из минус бесконечности через π в плюс бесконечность, ну и так далее. Вот это вот число А, оно здесь где-то должно возникнуть. Давайте я его помещу вот сюда вот, моим произволом. Конкретное его значение зависит от параметров ямы, от ее глубины у 0 и от ее ширины А. Меняя эти параметры, меняя характеристики ямы, можно его получить разное. Вот я для графического решения нарисую здесь. Так, решение типа косинусов. При k пополам равном 0 получу что-то большое, при k пополам равном А обращусь в 0, значит, это какая-то вот такая кривая, по которой возникают решения. Раз, два. Второе решение. При k пополам равном этому числу А я получаю деление на 0, то есть тут оно уходит в минус, то есть получается вот такого типа решения. Получаю еще одно решение. Значит, ответ такого графического решения в моем случае, что если у меня было число А вот такое, я получил бы три решения вот для таких значений k пополам, из которых потом мог бы посчитать все остальные характеристики. Например, значение энергии, которое этому соответствует. То, что важно. Число А зависит от характеристик ямы. Оно может быть очень большим. Тогда решений станет много, но их число будет конечное. Для этой ямы, для прямоугольной ямы, одномерное число решения окажется конечным. Я могу делать яму мелкой, сделать у 0 маленьким, а маленьким. Тогда число А поедет в эту сторону. Но хотя бы одно решение будет всегда. Вот эту ветвь я пересечь обязан. Но при некоторых случаях, конкретно если А станет меньше, чем π пополам, будет всего одно решение. Существует специальный выделенный случай, когда в прямоугольной яме конечной глубины есть всего одно решение. Графики, которые мы рисовали сейчас, вот эти решения, и, значит, еще раз выводы. Для данной конкретной ямы число решений, конечно, общее утверждение. В одномерной потенциальной яме связанное состояние есть всегда хотя бы одно. И еще одно частное утверждение про прямоугольную яму. Существует вот это вот условие по сравнению с π пополам характерного числа, мощности ямы, когда решение остается всего одно. Где это может проявиться еще? Наш мир трехмерный. Одномерный мир, удобный для математики. Мы живем в трехмерном мире. Поэтому реальные ямы, с которыми сталкиваются физики, то тоже состояние электронного атома, это трехмерная потенциальная яма. Есть три координаты. Есть простая модель задача, которая часто возникает в обсуждениях и в задании. Называется сферическая прямоугольная потенциальная яма. Имеется в виду, что потенциал вот такого вот вида. Он равен отрицательному значению U0 внутри сферы какого-то радиуса и равен нулю вне. То есть это есть поверхность сферическая, внутри нее потенциал провален вниз, а вне потенциал равен нулю. Надо решать вообще трехмерную различие Денгера. Но, к счастью, математики научили мир, как менять переменные дифференцирования. И в задаче сферически симметричной можно перейти к сферическим координатам, к радиусам и углам. Упрощая себе жизнь, если предположить, что мы ищем решение, которое от углов не зависит. Сферически симметричные решения. Это, в частности, решение самой маленькой энергии обязано быть сферически симметричной, потому что всякая неоднородность волновой функции как функции угла, она в классическом случае соответствовала тому, что у частички есть еще и орбитальное движение. Это соответствовало бы лишние энергии, как бы запасенные в этом орбитальном движении. Поэтому состояние с наименьшей энергии обязано быть сферически симметричным. Вот если мы интересуемся такими состояниями сферически симметричными, в частности, состояниями с наименьшей энергии, то лапласиан оказывается очень простым. Ну, если посмотреть справочник. В нем нет никакого дифференцирования по углам, есть только дифференцирование по координате r. И то, что, опять, важно и удобно, оказывается, здесь можно заменить координаты. И при замене координаты исхода волновой функции ψ на функцию ψ делить на r, после всех вот этих дифференцирований получится обычное одномерное уравнение Шетингера, но для функции f, для подмененной функции, которую решать мы, в принципе, умеем, но для которого потенциал оказывается чуть более хитрым. Дело в том, что, когда мы переходим к сферическим координатам, у нас по определению радиус положительный. И это означает, что потенциал, с которым мы имеем дело, оказывается такой половинкой нашей симметричной потенциальной ямы. Если у нас была обычная потенциальная яма, которую мы уже рассмотрели, вот такая вот, симметричная, то в сферических координатах возникает вот такой потенциал с бесконечной стенкой в нуле. То есть у нас возникает требование, что волновая функция должна быть формально равна нулю при отрицательных значениях радиуса. Это бессмысленное состояние, там не должно быть решения. Что мы можем сказать про решение про связанное состояние частиц в такой сферической яме? На самом деле все можем сказать, все важное можем сказать. Но уравнение Шеденгера локальное. Оно ничего не знает про то, как потенциал устроен где-то еще. Поэтому, например, если волновая функция удовлетворяет уровень Шеденгера для вот этой вот ямы с бесконечной стенкой, то мы такое решение могли бы продолжить симметричным образом в отрицательную сторону и получить решение для симметричной потенциальной ямы. то есть решение типа синуса вот это вот для исходной ямы. Его половинка обязана оказаться решением задачи для ямы с бесконечной стенкой. А вот решение типа косинуса, то, которое есть всегда в одномерной яме, оно здесь не будет соответствовать граничным условиям в нуле. И вот его быть не может. А из этого следует один важный вывод, что в трехмерной яме связанное состояние есть не всегда. Если яма будет не слишком глубокая или не слишком широкая, если вот это вот условие мной стертое, что А меньше Пи пополам окажется выполнено, то в трехмерной яме не окажется решение. В симметричной яме было бы решение типа косинуса, в трехмерной яме оно запрещено требованием нуля волновой функции при отрицательных радиусах. И вот этот ответ, он немножко противоречит классики, ну от слова совсем. То есть в классике, если мы вырыли ямку, в ней шарик будет лежать, даже если ямка очень мелкая. В квантной механике, в трехмерном мире есть такое утверждение, что если ямка мелкая, то частичка в этой ямке не задержится никогда. Чтобы закрыть эту тему совсем, в двумерном случае есть теорема квантной механики, сложная, поэтому мы ее не изучаем, что связанное состояние есть всегда. В одномерном случае есть всегда локализованное состояние, в двумерном есть, но может быть очень мелкое, а в трехмерном иногда нет. Ну, где мы сталкиваемся с потенциальными ямами, кроме математических задач? Тоже есть несколько примеров важных. Это атомы, модельная задача о гармоническом осцилляторе, и есть несколько реализаций в такой вот электронике и связанной с этим физике, это наночастицы и так называемый одноэлектронный транзистор. Ну, сначала про атом, пока схематически, потому что про это подробно не будем говорить отдельно. Атом — это ядро, атом водорода, ядро, к которому притягивается электрон. Энергия электрона зависит от расстояния до ядра, понижается по мере приближения к ядру, поэтому потенциал взаимодействия электрона с ядром, он вот, такой вот, куонский потенциал, и с точки зрения формальной квантомеханики это потенциальная яма. Как конкретно устроен уровень энергии будем обсуждать потом, но пока просто заметим, что все соответствует тем утверждениям, которые я сформулировал. В потенциальной яме есть дискретные уровни энергии, это те самые состояния электрона с определенными энергиями, которые проявляются, например, в линейческих спернах поглощения и спускания. Вот это вот свойство того, что в яме энергия, в локализованном состоянии энергия квантуется, это общее утверждение квантовой механики, оно верно, в частности, и для атома. Второй пример — гармонический осциллятор. Случай, когда потенциал является квадратичной параболой в случае, когда у равно кх квадрат пополам. Этот случай важен, потому что гармонический осциллятор встречается в физике очень часто. во-первых, заметим, что задача современного Шеденгера для такого потенциала в принципе решается строго. Это все, что про это нужно знать. Потому что это решение не решается в простых функциях, так называемой полиномой Эрмита, но в принципе это решение есть, и если вдруг оно понадобилось, его можно найти во многих учебниках, справочниках, даже наверняка на Википедии в странице про гармонический осциллятор. То, что нам понадобится в разных обсуждениях и в решении задачи, это представление о том, где находятся уровни энергии гармонического осциллятора. Во-первых, есть строгий ответ. Это точный ответ, точно получаемый при точном решении уровня Шеденгера. Энергия, запасенная в колебаниях гармонического осциллятора, это целое число квантов h-омега, где омега, это его частота в корене с к-н-а-м, плюс половинка кванта. Возникновение половинки кванта связано с тем, что состояние абсолютного покоя в кванте-механике невозможно. Связано с тем, что соотношение приносит Гезенберга требует, чтобы частичка, выражаясь языком классической аналогии, дрожала вблизи положения классического равновесия. Сам факт того, что энергия меняется дискретно с шагом ошомега, можно проиллюстрировать простым соображением таким, не требующим решением уравнения. Рассмотрим гармонический осциллятор в виде пружинного маятника, который в идеальном мире не имеет затухания. Классический просто пружинный маятник. Оттянули, он колеблется и колеблется вечно. Поместим сюда маленький зарядик. Опять отпустим, пусть колеблется. Осциллятор колеблется, зарядик колеблется, ускорен двигающий заряд и излучает электромагнитные волны. Возникли потери энергии. Колебания начнут затухать. Но, согласно постулату Планка, энергия электромагнитных волн излучается порциями величиной ошомега. А у нас здесь монохроматическая задача, есть гармонические колебания на одной части, поэтому будет та же самая часто осциллятора. Поэтому он начнет колебаться, начнет излучать один квант энергии, два кванта энергии, три кванта энергии, миллион квантов энергии, триллион квантов энергии, триллион и пять квантов энергии и так далее. Потихонечку затухая. Каждый раз понижая свою энергию на величину ошомега, пока не дойдет до минимально возможного значения. Но дальше мы замечаем, что мы дошли до минимально возможного значения, а вот на этой лесенке, теряя по кванту энергии, нигде величина заряда не фигурировала. В ответе о том, какими порциями теряется энергия, величина этого заряда, сюда введенного руками, никак не фигурирует. Поэтому выворачивая наше утверждение на изнамку, получаем, что просто независимо от того, был там заряд или нет. Запасенная в маятнике энергии изначально составляла целое число квантов ошомега плюс небольшой кусочек, требуемый по соотношению неопределенности. И, значит, еще одно утверждение, которое надо сделать про гармонический осциллятор, это про волновые функции гармонического осциллятора. Они известны строго. Это полинома Эрмита. Но если говорить о качественной картинке, то мы ее можем нарисовать пользуясь теми соображениями, которые уже сформулированы. Значит, основное состояние не должно иметь нулей нигде, кроме как на бесконечности или выделенных точек. Выделенных точек нет, значит, только на бесконечности. Картинка симметрична, поэтому все решения должны быть симметричны. Либо похожими на синус, либо на косинус. Уже не синус и косинус, потому что яма стала непрямоугольная. Но, тем не менее, вот основное состояние. Выглядит примерно так. И, вообще говоря, является гауссовой кривой для осциллятора. Первое возбужденное состояние. Второе. И так далее. То есть, в принципе, мы можем схематически нарисовать картинки этих волновых функций, зная вот эти вот результаты для одномерных решений уровень Шеденгера, что нули возникают по мере роста волновых функций, а кроме этого должна быть симметричная картинка, поэтому волновые функции возникают либо четные, либо нечетные. Так, ну, наночастицы. Тема нанотехнологий модная. Я ограничусь одним коротким комментарием, что технологии научились выращивать частички проводников и полупроводников размером в нанометры. С точки зрения электрона, который попал внутри там в такую частичку, если ему там находиться выгодно, то это яма, то это для него потенциальная яма. Я уже вот тут рисовал, когда говорил про туннельный ток, потенциальная яма внутри металла. Если частичка металла конечного размера, то это потенциальная яма конечной ширины. И у этого электрона возникают дискретные уровни энергии внутри этой ямы. Грубо моделируя яму обычной прямоугольной ямой для ширины А, получаем вот ту же формулу для уровня энергии. H квадрат, π квадрат, N квадрат на 2 ма. Если эту частичку подводить близко к атомным размерам в нанометры, то начнет получаться масштаб энергий, приближающийся к масштабу внутриатомных энергий. Внутриатомы есть электронвольты, частоты переходов между уровнями. Здесь будет энергия отличаться от электронвольт, но вот как А в квадрате отличается от размера атома. То есть, если у нас частичка размером в 100 раз больше, чем атом, то в ней будет в 10 тысяч раз меньше масштаб расстояния между уровнями. будет измеряться не электронвольтами, а миллиэлектронвольтами. И что важно, где это надо использовать, например, если такая частичка находится где-то между электродами, то помещая электрическое поле, варьируя его с точностью в эти милливольты, мы можем менять положение уровня энергии внутри частички и таким образом управлять тем, как электроны переходят мимо этой частички, сделать на этом какие-то, может быть, даже приборчики. Одним из способов делать такие приборчики это встречающийся в литературе одноэлектронный транзистор. Я сейчас излагаю крайне схематично, потому что серьезный разговор требует разговора про физику полупроводников, это потребует пары вводных лекций. Утверждение догматически вводимое. Существуют полупроводниковые гетероструктуры, способ получить такой бутерброд из двух полупроводников, который владает таким свойством, что притягивает электроны к границе раздела этих полупроводников. Возникает тонкий двумерный слой электронов на этой границе раздела. Давайте это просто догматически примем. Если взять такую систему, в которой двумерный слой сформировался, можно над ней сверху напылить просто обычный металлический электрод и подавая на него напряжение, можно управлять этим электроном. Например, если сюда подать положительное напряжение, он будет электроны к себе притягивать. Если подать отрицательное, он будет выталкивать из-под себя эти электроны. Электроны там будут находиться менее выгодны. Можно сделать такой фокус. Можно взять и сделать электрод вот такой формы. Два фрагмента, между которыми есть зазор. На этот электрод подается выталкивающее напряжение. Таким образом, из-под электродов выталкивается этот слева, справа и может немножко остаться вот здесь вот. Это место, где электронам разрешено находиться. Где выталкивающий потенциал электрода не сильно на них еще повлиял. С точки зрения потенциалов теперь возникает такая ситуация, что у нас есть невыгодная область под электродами. Есть выгодные области. Я пытаюсь географическую аналогию провести. есть выделим всю воду с земли сначала, сделаем сухую планету, а потом на плоской планете вырастем кольцевую гору атолл, в котором сделаем две прорези по краям. Мы начнем заливать воду потихонечку. У нас получится, что у нас есть вода с одной стороны, с другой стороны, через эти прорези затекает внутрь, есть лужица воды внутри этого атолла. Вот тут то же самое для электронов. Есть состояние электронов снаружи, внутри и лужица посередине. Личиной этих скал мы можем управлять. Например, мы можем сделать так, что лужица внутри налилась, потом мы горы подрастили и заразрастили перемычки эти, которые соединяли внутреннюю лагуну с внешними морями. В классическом мире она осталась бы независимой, а в квантовом мире через эти барьеры возможны туннелирования и возникает возможность электронам с берега перепрыгивать в эту квантовую точку, с квантовой точки на другой берег. А так как энергия состояния... Если один электрон сюда уже прыгнул, то другой электрон он отталкивает кулоновским взаимодействием, можно настроить такую систему так, что электроны будут перекрыть поодиночке. И вот эта вот система, в которой контролируемым образом можно по одному электрону переводить с истока на сток, она очень аналогична транзистору. Мы можем управлять током с истока на сток, регулируя напряжение на потенциале, регулируя состояние квантовой точки. Возникает конструкция, которая называется одноэлектронный транзистор. Так, ну и вот одна забавная задача на последние 10 минут. А что будет, если мы возьмем две ямы и разместим их рядом друг с другом? Это задача, в которой смешиваются наши представления о яме и о барьере. Интервал между ямами это барьер для частиц, которые находятся внутри. То есть в классическом мире, если есть две ямы, вырытые рядом, когда мы там картошку сажаем, вырыли две лунки, в одну посадили картошку, она тут остается всегда. В квантовом мире барьер проницаем, поэтому можно положить картошку в одну лунку, она окажется в другой лунку через некоторое время. Ну вот давайте задачу про квантовую картошку пытаемся решить, но в упрощенном виде. Я предполагаю, что у меня есть только два состояния, которые меня интересуют в каждой этих ям. Ямы одинаковые, поэтому если бы эти ямы были очень далеко друг от друга, если бы этот эффект туннелирования под барьером меня никак не затрагивал, то эти были бы состояния с одной и той же энергией, которая была бы энергия Е0. Вот H0, это у меня гамильтониан, описывающий каждую яму по отдельности, когда эти ямы разнесены очень далеко. Я подчеркиваю, что в принципе задачу можно решить так, как мы решали. То есть можно просто записать решение для волновой функции, затухающая, бегающая, затухающая, бегающая, затухающая, и просто сшить ее на раз, два, три, четырех границах. Всего 8 линейных управлений, ничего сложного, просто вопрос усидчивости. Я хочу немножко упростить жизнь, потеряв часть информации, которая может получиться при точном решении. Но при этом я получу то, ради чего я это упрощение делаю. Я хочу учесть, мы на качественном уровне понимаем, что теперь, если эти ямы сблизились, то возможен переход частицы из одной ямы в другую. Возможно туннелирование. А, у нас все-таки чуть меньше, все-таки две минуты, чтобы закончить. Я объявлю это туннелирование как действие некоторого оператора, который действует на частичку в состоянии Пси1 в первой яме, превращает ее в частичку в яме 2 с некоторой вероятностью. То есть вот я туннелирование описал таким вот математическим образом. Полный габельфинян моей задачи это сумма H0 этого оператора туннелирования. Если это состояние подействует на Пси1, получится H0 Пси1 плюс HT на Пси2. То есть Пси1 будет не собственная функция этого суммарного габельфиняна. Но их линейная комбинация сумма и разность, единица на корень звука это просто нормировка, ее про нее можно даже специально не думать, оказывается нормальной собственной функцией. То есть у меня туннелирование смешало эти два состояния. У меня правильными решениями оказываются смешанные, между прочим, симметричные и антисимметричные в силу симметрии этой задачи решения. Ради чего я это затеял? А теперь предположим, что у меня частичка изначально руками положено в состояние Пси1. Потому что экспериментатор взял и электрон поместил именно в эту яму. Как будет менять суммарная функция со временем? Возникает уральщий деньгер, зависящий от времени. Надо угадать его решение. Решение можно угадать в виде комбинации собственных функций стационарного речения деньгера. Временная часть будет экспонента в степени И, Е, Т на H, где Е это два значения энергии, становящиеся этим собственным решением. А вот это решение, выраженное через собственные функции, можно распутать опять в физически понятные состояния Пси1 и Пси2, локализованные в одной яме, локализованные в другой яме. После несложных преобразований, реально несложно просто свернуть косинус и синус из комплексных экспонентов, получим, что волновая функция это Пси1 в стадии в первой яме на косинус ТТ, где Т это вероятность туннелирования по 10 методам оператора. Минус Пси2 на синус ТТ. В это время Т равное нулю. Только это слагаемое, частичка в одной яме, пройдет полпериода, и частичка полностью в другой яме. Пройдет полпериода, и частичка вернулась в первую яму. Возникают, с точки зрения наблюдателя, явления, которые называются квантовые осцилляции, переход из состояния в состояние. Мы руками создали частичку в первую яму, она перескочила во вторую, вернулась, перескочила, вернулась и так далее. Это явление интересно само по себе, с ним связано в частности осцилляции нейтрин, которые возлются под конец курса. Но кроме этого, возвращаясь на последние 30 секунд к соотношению неопределенности. Смотрите, у меня есть два состояния по энергии сталых, немножко разными энергиями, отличающиеся примерно на HT. В каждом из состояний с этой энергии во время таких осцилляций частичка находится время порядка единицы на эту частоту перескоков Т. И получается, что время, в течение которого частичка находится в одном из этих двух перепутанных состояний, умножить на разность энергий между этими двумя перепутанными состояниями порядка постоянной планки. Получается опять соотношение неопределенности для энергии и времени. Одна из его интерпретаций, что если есть несколько перепутанных состояний, то пребывание в состоянии с определенной энергией происходит на интервале времени порядка h делить на дельта Т. Так, вот. Это все самое главное, что было сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...